Если вы смотрите это видео, то вы уже знаете, кто сейчас в нем появится. Но прежде чем это произойдет, я вас обязательно должен попросить подписаться на наш YouTube-канал, потому что пока в России эта платформа еще доступна, возможно, это ненадолго. Но чтобы не потеряться, обязательно подпишитесь на наш Telegram и на наш Instagram, потому что так мы точно с вами останемся на связи, и в случае чего вы будете получать актуальные важные новости. Не будем тянуть итоги 2023 года прямо сейчас. Все пишется, все классно, все красиво выглядят. Хорошо, все, поехали. Я снова рад вас приветствовать на YouTube-канале Русской службы BBC. Меня зовут Валера Таран, я YouTube-редактор, и сегодня еще выступлю в роли интервьюера, ведущего этого выпуска. Не буду вас долго томить представлениями. Я думаю, что весь YouTube уже знает, кто сейчас находится рядом со мной. Екатерина Михайловна Шульман, преподаватель и политолог. Добрый день. Екатерина Михайловна, как дела? Ничего, до Лондона добралась и довольна этим. Отлично. Значит, я немножко сейчас расскажу для наших зрителей, по какому поводу мы тут собрались. У нас уже есть два интервью на нашем YouTube-канале с Екатериной Михайловной. 2023 год подходит к концу. События были важные, исторические, в России, в мире. Мы не все из них успели осмыслить, и нам нужна в этом помощь. Помощь человек, который в этом разбирается. В 2023 году, как и во всех других годах, 12 месяцев. Соответственно, у нас есть 12 вопросов к Екатерине. Важные события мы прямо сейчас обсудим, чтобы это все уместилось в какой-то более-менее еще разумный хронометраж. Мы немножко ограничим по времени. У меня будет включен таймер, и мы будем уделять каждому вопросу 7 минут. Прежде чем мы начнем с января месяца, личный вопрос задам. Как вы встретили 1 января 2023 года? Помните, что вы делали, где вы были? Да, помню, конечно. Мы, как многие-многие добрые русские люди, поехали в Стамбул, чтобы встретиться с родственниками. Потому что, как сказано в рекламе стамбульского аэропорта, the meeting place of all the world, и в отличие от много другой рекламы, это действительно соответствует действительности. Это то место, куда можно прилететь из России, и куда можно прилететь достаточно быстро и дешево из Европы. Поэтому такое было ощущение, вот по крайней мере на прошлый Новый год, посмотрим, как будет на этот, что весь Стамбул занят исключительно русскими людьми. И все туда приехали вот с этой самой целью. Поэтому мы встречались с семьей, счастливы были, что есть такая возможность, никто не знает, сколько еще таких шансов предоставиться. Поэтому в прошлый раз получилось, Бог даст, и в этот раз получится. Народный отдых получился в Турции. Очень народный, я бы сказала, общенародный. Опять же, судя по количеству публики, ни одной пришло в голову, это довольно очевидная мысль. Одна очень важная вещь для наших зрителей. Вы все знаете, что Екатерина Михайловна любит рисовать во время размышлений и, значит, как-то фиксировать. Я вопросы записываю. Вопросы записываю, да. Что мы сделаем с этим листком? Мы его любезно попросили оставить себе, и это будет такой новогодний подарок для наших зрителей. Условия получения этого авторского рисунка, чтобы в итоге не оказалось здесь у нас на листке. Так, а тут тайная схема завоевания мира, вот это все. Вы уверены, что мы прям хотим это раздавать кому-то, да? Очень очень ценный подарок получается, да, да, да. Ладно, смотрите, под ваш вопрос. Может быть, у кого-то получится. Ну, может быть. Захватить этот мир. Может, это добрый будет человек, давайте так надеяться. Значит, что нужно сделать? Нужно, всего, условия очень простые. Нужно быть подписанным на YouTube-канал Русской службы BBC и на наш Телеграм. Написать комментарий. Это будет главное условие. Какой фразой можно цитату из книги, можно цитату из песни, откуда угодно. Какой цитатой или фразой лучше всего описать прошедший 2023 год? Творческое задание. Это было не делать. Ну что, поехали. Я включаю таймер и задаю свой первый вопрос про январь. В какой России проснулись россияне в 2023 году? Я имею в виду и уехавших, и оставшихся. С чего начался 2023 год? 2023 год был во многом посвящен двум, я бы сказала, темам, ожиданиям, которые оправдывались или не оправдывались, и адаптации, которая была довольно успешна, причем для обеих сторон, для оставшихся и для уехавших. Одни их обвиняли в том, что они слишком хорошо адаптируются, другие, наоборот, стремились к тому, чтобы адаптироваться, но и у тех и других это более или менее получилось. Вообще, для меня, 2023 год в сравнении с 2022, это, конечно, год авторшока, как принято выражаться, год после потрясения. Причем это, еще раз повторю, касается, наверное, всех. Российская система, получив вот это потрясение, как-то пришла в очень неустойчивое новое равновесие. И обратите внимание, что в 2023 году она старательно избегала такого рода радикальных шагов, как те, которые она производила в 2022, в чем я имею в виду и вторжение, и мобилизацию, которая стала вторым сильным потрясением именно внутри России. И весь 2023 год был посвящен для системы поиском обходных путей, как можно продолжать воевать, но при этом, чтобы люди не очень это замечали. То есть, судя по всем последующим действиям и административным, и, например, законотворческим, за чем я особенно слежу, мобилизация была признана большой ошибкой. Или, по крайней мере, тем, чем, что мы себе пока позволить не можем. Поэтому давайте придумаем, как нам устроиться по-другому. И дальше были всякие на эту тему придумки. Давайте больше контрактников. Давайте продолжать мобилизовывать зэков, но не через ненадежного Пригожина. Его ненадежность и последствия этой ненадежности были, наверное, самым драматическим внутриполитическим событием 2023 года в России. Но вот давайте тогда делать это сами под руководством Министерства обороны. Давайте примем такие законы, которые позволят не отпускать уже существующих контрактников, уже военнослужащих, которые находятся, так сказать, на работе. Давайте повысим верхний возраст, давайте очень упростим, максимально упростим возможности для перевода срочников в контрактники. Но не будем ни в коем случае проводить мобилизацию. И давайте раскручивать свою военную промышленность, вообще свою промышленность. Давайте производить все, что нужно для, как выражается нынче, министра финансов для фронта, для победы. И это удалось, судя по тем сведениям, которые мы имеем. Ну, действительно, ситуация начала войны, когда не было ничего, да, ни патронов, ни одежды, ни танков, она преодолена. Более-менее все это удалось как-то наделать. А более того, 23-й год был годом такого военного разогрева экономики, когда гигантскими бюджетными вливаниями были раскручены, соответственно, маховики производств, и деньги пришли туда, где их до этого не было. А удалось, да, в итоге перестроить и сделать какой-то более удобной для системы экономику сейчас в России? Вы знаете, это вот тоже очень интересно. Все эти старания направлены ровно на то, чтобы воевать, но не меняться. Помните, сколько было разговоров о переводе экономики на военные рельсы? Так. Опять же, это метафора, поэтому под ней каждый понимает что-то свое. Но экономика российская остается той частично рыночной экономикой с сильными элементами дирижизма, которой она была и до этого. Да, президент получил дополнительные возможности прямого ручного вмешательства, причем в такие процессы, как, скажем, передача активов из одних рук в другие. Это, конечно, не особо рыночно, прямо скажем. Но в целом плановые экономики в том смысле, что, например, гражданские производства принудительно переводятся на исполнение военного заказа. Этого не происходит и этого избегают. Гражданские производства участвуют в военном заказе, но за деньги. Точно так же, как граждане участвуют в войне за деньги. То есть этот кондотьерский, такой странно-рыночный принцип употребляется на каждом шагу этой войны. Это очень интересно. Это действительно какая-то такая война постмодерна. Мне она вполне еще понятна именно в этом своем качестве, потому что общая у любой войны, понятно, там одни люди убивают других людей. Тут нет новизны. А вот то, что это какая-то война такая одновременно информационная и какая-то странно-феодальная, где нет рекрутского набора, но есть призыв ланскнехтов, диких гусей войны, приходите, деньги заработаете, вот это на самом деле интересно. И это очень выражается во всех публичных речах российских официальных лиц. Я такого рода вещи всегда смотрю, читаю. Я считаю, что это заслуживает большего внимания, чем получает. Да, это риторическое упражнение, но оно отражает то, что система хочет сказать самой себе. Это послание к бюрократии. Вот она сидит в зале, вот она, которая в зале не вместилась, слушает, к ней обращаются. И вот что было сказано, по сути. Было сказано, что да, Запад враждебен, весь мир на нас ополчился, но так всегда было, и всегда понятно, чем это закончится. Всегда Запад нам хочет какой-то гад сделать, но совсем нас он, так сказать, до конца не погубит. Вот это вот их, так сказать, концепция исторического процесса была явлена. А что дальше? Дальше говорится, да, мы воюем, но, дорогие слушатели, вам это понравится. Вам вообще-то это пойдет на пользу. Вам же будет лучше. Бизнес заработает на новых территориях, на их восстановлении, на вот этом самом военно-промышленном комплексе. Открываются новые возможности. Расворот на восток такой замечательный. Забирайте деньги с Запада, где вас не любят и обижают. Приносите сюда. Тут вы озолотитесь. Было, кстати, обратите внимание, сейчас это интересно вспоминать, обращение практически напрямую к Михаилу Фридману. Его не назвали по имени, но почти назвали. Такое ноля начинается, наглушка кончается. Маленькая зелененькая. У нас свободная сторона. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Человек вел себя в отношении России аморально, то он, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе? То есть это вообще довольно редко, чтобы во время послания было такое персонализированное обращение. То есть ему было сказано, возвращайся, Михаил Маратович, тебе здесь лучше будет. И вот смотрите, прошло некоторое количество времени, и это случилось. То есть, видимо, такая задача была поставлена. Бюрократии было сказано, что вам тоже будет хорошо. Открываются новые возможности для обогащения вот на этом замечательном военном производстве, и в особенности на так называемом восстановлении новых территорий. Гражданам было сказано, что вы тоже заработаете, вы заработаете напрямую воюя, и мы вам будем раздавать всякие льготопособия и социальные выплаты, потому что, несмотря на усилия враждебного Запада, денег у нас больше, чем когда бы то ни было. То есть это не была речь отца нации, которая обращается к братьям и сестрам, говоря, что вот на нас напал злобный враг. Это было действительно такое обращение лидера кондотьеров к своей дружине и к потенциальной дружине. Такой почти длинный рекламный ролик. Приходить к нам у нас хорошо. Опа! Закончился ответ. В феврале была годовщина войны в Украине. Вопрос один и самый простой на самом деле. Какие выводы должны мы сделать после этой годовщины войны? Наверное, тут напрашивающийся вывод, что войну легче начать, чем закончить, и ничто не бывает так ужасно, чтобы оно не могло продолжаться долго. Есть такое человеческое ощущение, что какая-то форма правления слишком неэффективная или слишком жестокая для того, чтобы это могло долго продолжаться, или какое-то положение вещей слишком абсурдно для того, чтобы оно могло длиться. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. А как показал нам 23-й год, вот это состояние войны во многом поддерживается в мою себя. Опять же, цитирую Достоевского, ко всему-то подлец человек привыкает. Поэтому война привыкает сама к себе, приучает к себе людей. Люди, как видите, адаптируются, уже, глядишь, как-то устраиваются. В этой обстановке на ней начинают, ну, не то, чтобы там паразитировать, не хочется так говорить, но в ней существовать. И если до этого ты не мог себе представить, как такое возможно, то теперь ты уже не помнишь, а как было без этого. Это тоже не бесконечное положение, никакое положение в социальном пространстве не бесконечно. Но никогда не надо недооценивать, так сказать, потенциальную силу инерции. В марте в два села Брянской области, как утверждают российские власти, проникли украинские диверсанты. Вода свершилась. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Вопрос. Война пришла в Россию? Да. Это, я думаю, мы можем утверждать. Это случилось не с отрядом диверсантов. Диверсанты пришли и ушли. Это неприятное событие для тех, кто непосредственно вовлечен в это. Но оно как раз заканчивается. А вот то, что обстрелы стали привычным явлением для целого ряда российских регионов, это правда. Ну вот, кстати, и в 22-м, и в 23-м году мы видели довольно значительные ограничения по всей России на публичные мероприятия. Причем такие, которые раньше считались обязательным официозом, частью ритуала. Майские, ноябрьские, новогодние, парады, шествия, военно-воздушные парады. Вот всякого рода демонстрации повторяемости, в чем, собственно, суть ритуала, они приостановлены, скажем так. Ну, в 22-м году вообще не было, например, никаких привычных форм общения президента с внешним миром. Послания не было, прямой линии, небольшой. А пресс-конференции, ни даже появления президента на последнем седании правительства, где он традиционно председательствует, не игры ночной хоккейной лиги на Красной площади на Новый год. В общем, все поотменяли. В 23-м немножко очухались и восстановились. Послание прочитали. Вот будет 14 декабря. Смешанная такая горячая линия. Она же большая пресс-конференция. Все вместе, то есть какое-то общение с народом в его ходе, очевидно, будет заявлено о движении. Сейчас такое время, когда нужны президенты решения. Я буду баллотироваться в должность президента российской области. Война пришла в Россию, но очень неравномерно. Есть, еще раз повторю, целый ряд регионов, которые затронуты непосредственно. Это Белгородская, Курская, Брянская. В меньшей степени Воронежская область. Есть область, вроде моей родной Тульской, куда залетает, и уже так залетает время от времени, как обычно. Первый раз это всех шокирует, все об этом пишут. Второй, третий. Попадете под трамвай, вы, конечно, вскрикнете. Попадете раз в другой, и потом привыкнете. Вот это примерно то, что происходит. Это тот самый процесс адаптации. Процесс 2023. У нас какое слово назвали словом года? Аутентичности. Да, аутентичности. Вот у нас, я думаю, будет слово адаптация. Так вот, в эти регионы война пришла непосредственно в виде постоянной опасности. Ну, например, там в ряде районов Брянской области дети учатся онлайн. Как-то никто на это не обращает внимания, но вот такой у них, так сказать, тип ковид продолжается, потому что в школу ходить им опасно. Для остальных это в гораздо меньшей степени так. Вот еще, например, интересно. Если посмотреть анализ поисковых запросов, слов мобилизованных, женам мобилизованных и ротация. То есть вот где ищут, в каких областях России ищут в Яндексе информацию, связанную с тем, отпустят ли мобилизованных обратно. То мы увидим, что самое большое число запросов из маленьких городов, ну, малых городов Сибири и очень много в Крыму. То есть это те места, откуда понабирали больше всего, ну, собственно, мобилизованных и контрактников, которые тоже не могут, пока длится указ о мобилизации, они не могут расторгнуть в одностороннем порядке свой контракт. Это вот те территории, которые связаны с войной не тем, что к ним дрон прилетел, как, опять же, там Брянская область или Долгородская, а тем, что у них очень много людей ушло. Ну, вот всякие печальные свидетельства возникают, скажем, какая-нибудь администрация такого города заказывает на следующий 24-й год по программе госзакупок, там, сколько-то траурных венков. То есть они ожидают, что у них будут похороны, на которые должен прийти представитель администрации. Понятно, да, что это за похороны. А вот это тоже Россия, затронутая войной. И есть Россия мегаполисов, Россия больших городов, которая затронута в гораздо меньшей степени. Вот на нее сердится патриотическая общественность, что приезжаешь в Москву, там никакой войны нету. Там в основном люди заняты тем, что абстрагируются от происходящего, уходят в частную жизнь или в свою непосредственную профессиональную сферу, как-то вот стараются не замечать. Это вот такое глобальное зажмуривание, которое тоже есть. Важное дело. Важное дело для России. Так что, как видите, как любой экспертный ответ, почти на любой вопрос, на ваш можно ответить да и нет. И пришла, и не пришла. Куда-то, куда-то пришла, а куда-то нет. Про дроны над Москвой как раз, про зажмуривание. Вот люди пытаются дальше жить свою жизнь. Это долго еще придется им так быть? Пока война не закончится? Или есть какие-то, не знаю, протесты еще жив в России? Можно хоть как-то вообще что-то выразить? Хоть каким-то способом? Слушайте, это два очень разных вопроса. По поводу дронов ты не будешь протестовать. Никто не выйдет с плакатом, дрон не прилетает. Поэтому к дронам адаптироваться можно, если он непосредственно не упал тебе на голову, тогда уже поздно тебе адаптироваться. А в остальном можно. Это все-таки не ковровые бомбардировки. Поэтому, еще раз повторю, люди могут как-то привыкать к этому. Вот смотрите, был этот казус с яйцами. Яйца пропали на Руси. Что случилось потом? Естественно, поскольку экономика, как мы сказали, частично рыночная, появились только дрожавшие. Спрос увеличился. Это относительно был, относительно дешевый белок. Что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Проблема дефицита в рыночной экономике решается ровно так. Сначала дорожает, а потом появляются какие-то альтернативные поставщики, которые пытаются заполнить эту нишу. Мы это видели на простом примере с масками в начале карантина. Может быть, помните, да? Сначала эти маски коллективно закупали по 100 рублей штука, а потом они уже были везде и дешево, а потом они были везде и бесплатно. То есть производство было налажено. Так, собственно говоря, и со всем остальным. То есть есть какая-то дисрапция, прости господи, да? Какое-то нарушение. Но потом оно как-то зашивается. Может быть, через еще несколько лет мы с вами скажем, что вот теперь эти яйца одного вида и не больше одной коробки в руки. Но пока я скорее ставлю на адаптивность рыночной экономики. В начале войны Путин говорил, что одна из целей военного вторжения в Украину, это смещение границ НАТО обратно, западнее, там до... На границе 97-го года. Да, до границы 97-го года. На границе, я бы сказала, 1897-го года. Да, чем дальше, тем лучше. Значит, говорил? Говорил, было дело. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит. Мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Что получили по итогу? В 22-м году началось полномасштабное вторжение. В 23-м году Финляндия, граница стала еще ближе к России. И что вы смотрите на меня с укором? Я не виновата в этом. Как бы что... Ни в первоначальном намерении, ни в том, что получилось. Интересно, кстати, какое было объяснение, данное, по-моему, известным телеграм-блогером Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда, собственно, вот он как-то задал сам себе вопрос, или кто-то ему задал вопрос, а почему вот мы так, значит, с ума сходили по поводу перспективы вступления Украины в НАТО, а когда Финляндия вступила в НАТО, то и ухом не повели, в общем, никаких действий за этим особенных не последовало. Он сказал, что с Финляндией у нас нет территориальных споров. Люди сами себе что-то наговорили, там напридумывали, что у них вот есть идея, что они боятся НАТО. До этого у них была идея, что они хотят вступить в НАТО, и они говорили об этом. Теперь они говорят другое. Потом пройдет еще следующий, так сказать, поворот колеса. Они будут чем-то третье говорить. Поэтому я не уверена, что здесь можно... Можно какую-то реальность-то особенную нащупать. Ну, а что они могут сделать? Ну, вот что-то там заявили. Да, вот хотим, чтобы НАТО ушло, опять же, на границе 1997 года. Оно берет, не уходит на границе 1997 года, продвигается на границе 2023 года. Ну, что теперь? Бомбить Финляндию бомбой атомной? Это объяснение не хуже, не лучше любого другого. Нет у нас территориального спора с Финляндией. Опять же, у нас и с Украиной не было территориального спора. А теперь вот, глядишь, есть. И тот же самый президент Российской Федерации заявлял, что нет, мы на Крым ни в коем случае не претенуем, потому что если мы начнем, так, конечно, все будут со всеми воевать. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и, в общем, наши переговоры по границе. Ну, вот мы же про итоги, да, 2023 года. Вот это вступление в НАТО, оно как-то мешает сейчас внутренней политике России в целом этому коллективному Путину? Есть какой-то заскок по поводу Украины и всего, что Украина делает. Я напомню, что в 2013 году считалось безумной угрозой перспектива вступления Украины в ЕС. Не просто даже вступление, а подписание документа об ассоциации с ЕС для того, чтобы этого не произошло. Там бедного Януковича вывернули наизнанку, заставили его отозвать свою подпись под соглашением, принять целый пакет репрессивных законопроектов, подставили его под народное возмущение, а потом героически вывезли в Ростов. Эти угрозы, они как красота в глазу смотрящего. Опять же, сегодня они есть, завтра их нет. Может, я что-то не понимаю, какого-то глобального геополитического смысла, который там где-то запрятан. В яйце, а яйцо в утке, а там, значит, смерть Кащеева. Но я вижу, как совершенно беспрепятственно меняется такого рода риторика, и как одни и те же люди говорят абсолютно разные вещи, в зависимости от того, что им сейчас удобно или неудобно. Кстати говоря, если уж обратиться к тому, что мне чуть более понятно, так же поступает и российское общество. Например, если мы посмотрим результаты опросов об отношении к тем или иным странам. Считаете ли вы ту или иную страну, там, враждебной или дружественной? И вот Леван задает такой вопрос регулярно про ЕС, там, Украину, США, Турцию и так далее. И вот если мы возьмем длинный ряд, Турция, например, опять же, США далеко, и неизвестно, существуют ли они на самом деле, редкий россиян там бывал, а Турция, вот, пожалуйста, близко многие ездят, и там родственников имеют и так далее. Но если мы возьмем вот этот график, то мы увидим, как его колебания абсолютно соответствуют колебаниям новостей по телевизору. Убили русского посла в Турции, Турция враждебная, через неделю позабыли про этого убитого посла, Турция дружелюбная. Президент что-то сказал, что помидор, меня не отделаетесь, Турция плохая. Начал говорить про что-то другое, Турция опять хорошая. То есть, понимаете, люди делегируют эту ответственность за внешнеполитическое полностью начальству. Поэтому, как вот они что-то не слышат, то они последнее и повторяют. В общем, своя рациональность в этом есть. Действительно, если вы не можете, как учили у нас в стойке, там, где ты не можешь ни на что повлиять, ты не должен ничего желать. Там, где у тебя нет никаких рычагов воздействия, нет смысла иметь какие-то устойчивые мнения. Вот, кстати, предвосхищая про Турцию, у нас даже осталось немножко времени, таймер сейчас не прозвучит, но ничего страшного. Я тогда сразу к маю перейду, потому что это меня очень интересует. В Турции ведь в 23-м году были выборы после землетрясения. Землетрясение тоже вещь такая, как это сказать, катастрофа геологическая. Но имеет социальные последствия. 40 тысяч человек погибли, это вообще огромная цифра. Но несмотря на эту катастрофу, Эрдоган все равно выиграл на выборах. Как так получилось? Турция тоже персоналистская автократия, как и Россия. Ужасно похожи мы. Ну, все автократии, так сказать, несчастливые. Одинаковые, в особенности персоналистские. И у них чрезвычайно много сходства. Они употребляют одну и ту же риторику, они преследуют политических противников уголовными методами и пользуются всякими поводами вроде неудавшегося переворота в Турции с 16-го года для того, чтобы развернуть более или менее широкую репрессивную кампанию, насколько могут себе позволить. Они спекулируют на риторики золотого века, великого прошлого. Каждая автократия довольно аккуратно нащупывает границы того, что она может и не может себе позволить. И снаружи это очень неочевидно, потому что снаружи все диктатуры диктатуры. Вот как вы выражаете, это диктатура, там диктатор. А потом выясняется такая штука. Ну, вот, например, возьмем Россию. То есть вы можете, как выясняется, граждан на войну отправлять, но только за деньги. Но при этом вы не можете во время пандемии позволить себе такой карантин, который себе может позволить Италия. То есть вы можете людей убивать, но вы не можете им запрещать ходить в кафе. Вот как это со стороны понять? Никак. Для этого нужны политологи. Или вот Турция. Значит, я упомянула о неудавшейся перевороте 16-го года и то, что за ним последовало. За ним последовала широчайшая репрессивная кампания, которая затронула десятки тысяч человек. Там было 50 тысяч задержанных, вот прям вот разом. Там были чистки в высшей школе, в медицине, в госаппарате, в армии. Прямо вот везде, на гражданской госслужбе. Многие люди были вынуждены уехать. Была большая достаточно вот эта, так сказать, гюленистская эмиграция. Это все под предлогом того, что мы вычищаем из разных структур последователей Гюлена, который такой их, так сказать, тротский, и главный плохой диссидент. Грозились вернуть смертную казнь, но этого не случилось, и было понятно, что этого не случится, потому что, опять же, автократии не любят такого, они не любят брать на себя обязательства, совершать массовое убийство, потому что подозревают, что у них может на это силенок не вполне хватит. Поэтому смертной казни нету, но вот репрессии, еще раз повторю, были гораздо шире, чем все, что мы видели в России, даже до сих пор по массовости и в абсолютных цифрах, и в процентном отношении это круче. Чем и в России там было в 21-м году после Навального и его митингов, и даже в 22-м, после начала войны. Но накидать себе бюллетеней, чтобы победить в первом туре, нельзя. Такая турецкая особенность. Почему? Потому что в Турции другая демографическая пирамида, гораздо больше молодежи, климат помягче. Народ гораздо подраться, любит выходить на улицу. Это проявилось и, например, во время вот этого самого переворота неудалого 16-го года. Там же что сделал Эрдоган? Он первым делом обратился к народу, прям вот буквально по фейстайму, со своего телефона, сказавши, граждане, значит, меня покушаются, злые гулинисты, выходите меня защищать. Люди вышли во вполне осязаемых количествах. Около сотни человек погибло, кидаясь под танки мятежников. То есть вот как бы пытаясь остановить эти самые мятежные войска. Сравните с ситуацией в России 24 июня 2023 года. Национальный лидер прячется, никуда не появляется, записывает видеообращение, в котором говорит, вы злые предатели, как же вы можете так со мной поступать, не обращается ни к какому народу. Народ смотрит на это с веселым равнодушием, фоточки делает. Максимальная публичная поддержка, которую удается огрести, это посты в телеграм-каналы губернаторов с призывами граждан не выходить на улицу. Вот и все. Но при этом не может быть и речи в российских условиях, чтобы, скажем, альтернативный какой-то оппозиционный кандидат вообще был бы в бюллетене, не говоря уж о том, чтобы он мог вывести инкульбента во второй тур. В Турции, свирепой Турции, мэры крупнейших городов, Анкары и Стамбула, оппозиционер. То есть, с одной стороны, все автократии имеют базовые сходства, с другой стороны, у них есть вот эти самые особенности, связанные с тем, что они про себя, с одной стороны, знают, с другой стороны, все время проверяют, вот что можно, что можно, что нельзя. Соответственно, если в Турции ты себе накидаешь чуть-чуть бюллетенчиков, чтобы победить прямо в первом туре, ты рискуешь, что народ выйдет на улицы. Да, ты их побьешь, но они, что называется, этого ожидают, и это их не очень сильно пугает. А такой системы, которая, как в России, позволяет даже не бить протестующих, но преследовать их потом, у нас же самое страшное, потом начинается, ты можешь сходить на митинг, и даже ничего тебе не будет за это. Но потом к тебе придут на работу, придут на твое место учебы, придут тебе домой, как это называется, жизнь испортит. Вот такой системы в Турции, по крайней мере, пока не построена. Может, там, в силу технологической отсталости, может, по каким-то другим причинам. Поэтому выбор надо проводить настоящий. Эрдоган чуть не помер в ходе этой избирательной кампании. Вот там какой-то инфаркт хватил, действительно, выглядел он долгое время не очень, но, тем не менее, вот он доиграл эту свою партию, и как-то сумел победить. Больше молодых людей, больше активных граждан, которые готовы могут выходить. Теплая погода, значит, выйти и побродить по улицам не так, так сказать, тяжело и противно, как это обычно делается в России. Уровень агрессии повыше, в том числе, благодаря вот этому демографическому составу. Поэтому сама по себе драка на площади не является чем-то таким чрезвычайным и душерездирающим, как в России, где население состоит в основном из пожилых женщин. Поэтому такого рода, так сказать, уличная политика просто не может осуществляться, потому что ее нету. А все молодые мужчины, опять же, кто в ОМОНе, кто уехал. Поэтому у нас сложнее в себе представить, что люди, как это называется, выйдут защитить свой выбор. То есть, да, мы видели такое в 2011 году, но с тех пор прошло уже больше 10 лет, и это становится все сложнее и сложнее просто за резким уменьшением числа тех, кто может это сделать. В июне вся страна следила за тем, как Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», шел сначала на Ростов, потом в Москву, и в итоге все это получило мероприятие, скажем так, название «Мятеж Вагнера». Что эти события говорят о состоянии российского политического строя летом 2023-го? Такого рода инциденты, ну, скажем так, не разрушают царство. Они могут оставаться изолированными случаями. Но они иллюстрируют наглядным образом ту концепцию, которая называется в политологии авторитарная хрупкость. Аферитарная инфриджилити. Есть такая штука. Ее тоже довольно трудно понять, потому что автократии очень много ресурсов тратят на то, чтобы представлять вот эту витрину бронированную, пуленепробиваемую и сверкающую одновременно. Демократии очень неряшливы для внешнего взгляда. Там все в тюрьме собачьися друг с другом, там обязательно какие-то публичные спикеры говорят, что мы на грани краха, что никогда наша демократия не была в такой опасности, что все идет к чертям собачьим. И это является постоянным предметом общественного обсуждения. В автократиях все поют более-менее хором, не вполне полностью, но почти. И они вот эту вот красоту свою фронтальную очень берегут, поддерживают, денег, сил на это не жалеют. Поэтому, когда раздают цирковых Русь, то все ужасно изумляются. Когда в, соответственно, в Беларуси в 20-м году происходит шестый выбор одного и того же человека, пять предыдущих как-то прошли, так сказать, спокойно. И тут вдруг вроде как все то же самое, и это полностью заасфальтированная Беларусь, с этим, опять же, как считается, кротким, безропотным, безответным населением, встает как один человек, и режим, в общем, меняется неотвратимо. Он перестает быть независимым, он теряет свою субъектность, он полностью переходит на силовое содержание к соседу, потому что иначе он не может выжить. Вот когда такое происходит, или там, опять же, вдруг внезапно какой-то варлорд садится на танк и едет на Москву, и никто не оказывает ему ни малейшего сопротивления, кроме этих несчастных летчиков, которых он сбивает. И он не доезжает 200 километров до Москвы, не потому что его кто-то остановил, а потому что он передумал. Что-то у него там шелкнуло в голове второй раз. Все страшно изумляются. Или несколько сотен человек, даже невооруженных, захватывают международный аэропорт, сминают погранслужбу ФСБ, и бегают по летному полю в поисках, значит, воображение. На борт, быстро все на борт. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняй свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъявляйся разъявленной толпой. И тоже никто ничего с ними не делает, более того, и после того, как они как-то разошлись, никто с ними не делает особенно ничего. Вот это вот проявление этой самой авторитарной хрупкости. Это надо всегда иметь в виду, опять же, чтобы потом особенно не удивляться. Автократия в силу вот этой вот своей, так сказать, гибкости и своего сходства не столько с позвоночным, сколько с каким-то таким слезняком большим, они могут переползать через такого рода препятствия или как-то оборачиваться вокруг них и окутывать их своей слезью. Таким образом, это их не убивает. Но это показывает, что вообще возможно. Вот для меня главный урок пригоженского мятежа именно в этом, что вот оказывается, а так можно было. Еще кому-то. Для того, чтобы она не запала слишком глубоко, было организовано вот это театральное взрыв в небе, вот смотрите, что с вами будет, если вы такое устроите. Но я думаю, что те люди, у которых, так сказать, в сердце дума зародилось, они-то думают, что они, конечно же, умнее и смелее, и последовательнее, пригоженнее, у них получится лучше. Картинку покажу. Да. Так. Она кажется, что немножко не по теме, кажется, картинка, да, но она на самом деле по теме. Сначала покажу, потом задам вопрос. Ладно. Да, дорогие зрители, мы для вас на экране тоже, конечно, покажем, Екатерина. Вы считаете, это нормально? В смысле Анастасия Волочкова? Что же может быть ненормально у Анастасии Волочковой? А мы не про это. Мы про, вот вообще. Зачем вы мне его показываете? Зачем показываю? Я показываю не за Волочковой, а за Барби. Ильюль. Главный месяц для всех, не знаю, маркетологов, людей, интересующихся поп-культурой. Это, конечно же, выход двух фильмов Барби и Опенгеймер. Про них мы, конечно, не поговорим с вами сегодня. Не смотрела ни одного. Да, правда? Как так вышло? Ну, слушайте, во взрослое кино меня же никто не отпустит, поэтому я смотрю одни мультики. А Барби мы тоже не смотрели, потому что никто не интересуется этим в семье. Вот вышел недавно Диснеевский новый полнометражный мультик под названием Wish. Его ругают. Я уже смотрела рецензию. Вот это важное событие в жизни нашей семьи. Я думаю, что мы его все-таки посмотрим. Также анонсирована вторая часть Inside Out, известного в русском переводе как Головоломка. Это тоже... Нравится. Inside Out был великий мультик, выдающийся. Насколько сиквел будет тоже выдающийся, мы сказать не можем, потому что не всегда так бывает, хотя бывает. Иногда. Вот, например, в истории игрушек, в другом историческом достижении не Диснеева, а Пиксара, я считаю третью часть очень хорошую. Лучшей из всех, хотя четвертая неплоха. Ну, первая, понятно, так сказать, серия основательница. И даже вот такие маленькие сопутствующие мультики, расположенные в той же вселенной, которые обычно бывают просто коммерческими поделками, там очень неплохие. В частности, рождественская серия под названием Toy Story that Time Forgot, История игрушек, забытая временем, прекрасное совершенно, прекрасное объяснение разницы между язычеством и христианством. Это вообще очень религиозная вся серия, но вот это вот, там появляется Спаситель в виде котика. Посмотрите. Это очень интересно. Это очень интересно. О, это я могу. Он, правда, будет состоять почти полностью из мультиков, что, конечно, даст зрителю определенное понятие о моем интеллектуальном кругозоре. Так вот, есть еще История игрушек ужасов, тоже маленькая серия, тоже хорошая. Так, ну я приступлю к своему вопросу. Ну вот, действительно, интересную тему удалось как-то затронуть. Это тоже будет интересно. Тоже будет интересно. Кстати, в этой связи мы как раз затронем, потому что вот доступно ли россиян вообще все это к просмотру. В чем, собственно, вопрос июля. Весь мир смотрел, наряжался в барби, даже вот, собственно, Анастасия Волочкова. Не чужды россиянам получаются западные все-таки какие-то радости и ценности. Хотя бы поп-культурные. И цвета. И цвета. Например, розовый. Красиво, да? Значит, но происходит в России нелегальный прокат этого всего. Ай-яй-яй. Какое безобразие. Да, и так посмотрели. И с дубляжом тоже проблема. Официальный дубляж не может никто согласовать. В связи с этим вопрос. Что? Культура в России в изоляции находится сейчас? Знаете, в информационную эпоху довольно трудно кого-то или что-то изолировать. А я не буду насчет барби распространяться. Как-то люди действительно находят способ посмотреть. У меня тоже есть, так сказать, платформы мечты, которые как бы для изучения иностранного языка. Поэтому там можно посмотреть практически любой фильм или мультик с титрами. Это очень ценно для нас, просматривающих, так сказать, всей семьей. Но я хочу сказать вот о чем. Интересно, что в 22-м году, опять же, в отличие от 23-го, разговоры об отмене русской культуры действительно были. Они тогда казались мне не столько безнравственными, насколько бессмысленными, но они, по крайней мере, были. Обратите внимание, что в 23-м это все поутихло. Я тут хочу с вами поделиться еще одним своим наблюдением, которое для меня еще, так сказать, только формулируется. Поэтому у меня нет даже рабочей гипотезы относительно того, что происходит, но есть действительно серия наблюдений. То есть, вот смотрите, 22-й год по понятным причинам был годом шока и потрясения, поэтому в такой ситуации и люди индивидуально, и социуму в целом склонны к экстремальным реакциям. Давайте там всех русских запретим, а всю Россию доколонизируем. И этих разговоров было много, это были не просто разговоры, они влияли на то, как ведут себя публичные фигуры за пределами России, политические деятели. Это влияет на дискурс, дискурс влияет, соответственно, на поведение людей. 23-й год, год великой адаптации несколько снизил остроту этих разговоров. А в Англии, насколько я понимаю, вот опять же там в публичной сфере, в научной, в экспертной, с этим, не знаю, получше, похуже, смотря с какой стороны смотреть. Ну, в общем, вот эта экстремальность в большей степени сохраняется, чем, например, на континенте, во Франции, в Германии. Но культурный кенселинг пал первым, потому что стало понятно, что это просто невозможно, и главное, что это абсолютно ни к чему не приводит. Но точно так же в течение 22-23 года стало понятно, что и в России не формируется никакая автортическая культура. По этому поводу много заплачек со стороны милитаристского сегмента, что вот люди там смотрят фильм «Чебурашка», даже если говорить о просмотре отечественных фильмов, но совершенно не смотрят фильмы про героев СВО, более того, убегают от этой темы как от огня. Не смотрят, да, есть статистика какая-то? Есть, есть. Не популярно, не нравится, никто не хочет. Значит, был фильм, который даже несколько, который продюсировал Пугожин. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучше. А был вот этот фильм «Свидетель» какой-то жуткий совершенно. Все это «Крымский мост». Не в смысле инженерного сооружения, а в смысле произведения. Денег много, толку мало. Опять же, не только потому, что создатели бездарные или корыстные, или комьюнтурщики, хотя они «All of the above». Но еще и потому, что довольно трудно не быть корыстным бездарным коньюнтурщиком, когда у тебя нет никакого спроса, кроме госзаказа. Советские творцы в этих условиях иногда изредка создавали что-то стоящее. Гораздо чаще они создавали абсолютное барахло, потому что мы помним вот эти исключения, но потоковая продукция советских, например, киностудий покрыта прахом забвения и заслуженно, а ее было, конечно же, по объему гораздо больше. Поэтому ни на кого никогда цензура и, как это называется, у экономистов монопсония, то есть ситуация, когда у вас один покупатель, ну, монополия, это когда один продавец, монопсония, это ситуация с одним единственным заказчиком. Никого она творчески не стимулирует, вопреки каким-то идиотским фантазиям на эту тему, что художнику оно как-то и полезно. Нет, не полезно. Но в наших условиях полное отсутствие какого бы то ни было другого спроса и при этом отсутствие той информационной закрытости, которой наслаждался или от которой страдал Советский Союз, дает вот этот поразительный эффект. То есть людям это не надо, при этом у них не такая ситуация, когда они могут только пойти раз в месяц в кинотеатр в поисках хоть какого-то развлечения, хоть какого-то визуальной какой-то пищи, избавления от сенсорного своего голодания. Все-таки у них есть YouTube незаблокированный, все-таки, так сказать, им доступна «Свинка Пеппа», поэтому пока есть «Свинка Пеппа», они не будут смотреть на патриотический кинематограф и дети их, соответственно, на какой-нибудь там патриотический мультик, если бы он существовал. Он, кстати, существовал, только не патриотический, а вообще отечественный, о чем отдельно я как потребитель этой продукции не могу не горевать. Такой был расцвет анимации российской. И причем это продолжалось уже полтора десятка лет, и после того, как прекратили делать какие-то бесконечные ремейки из мультфильма, поняли, что можно делать что-то новое, и появилась Масяня, но Масяня это вроде как для взрослых, появились смешарики, и Маша и Медведь, и Трикота, и Летающие Звери, и много чего другого, что было на самом деле очень-очень хорошо каждый в своей нише, более хайброу, более, так сказать, лоуброу, но это было оригинально, красиво, хорошо сделано с технической точки зрения и с точки зрения сценария. Опять же, фиксики, не могу не упомянуть фиксиков. Барбоскины. Барбоскины не меньше нравились, Барбоскины были какие-то советские, в них была какая-то, ну, хотя, хотя-хотя, совсем советские, которые мне с вами не нравились, это была Белка и Стрелка. Вот эти какие-то были жутковатые. А Барбоскины были получше, да, действительно, там было больше этой всей советской ностальгии, но, нет, хорошо, их тоже занесем в эту рубрику, вот этого вот великого анимационного ренессанса, как, знаете, есть термин Дисней Ренессанс, вот эти великие диснейские мультфильмы, которые они там стоят, в 90-х внезапно производить. Так вот, все это, конечно, было-было и могло бы и дальше процветать, но, говорят, пушки, музы молчат и мультики как-то не особенно рисуются, смешарики продолжают рисоваться, но они такие загробные, как будто с того света все вещают, такие печальные-печальные и такие вторичные-вторичные. И это все грустно, я об этом говорю, поверьте, безо всякого злорастства, еще раз скажу, я потребитель, я была бы крайне заинтересована в том, чтобы это все продолжало процветать. Но мысль моя, которой я, собственно, с вами делюсь, стоит вот в чем. Окукливание и изоляции в культурной сфере пока, по крайней мере, не происходит, если не на уровне производителей контента, то на уровне потребителей. Потребитель по-прежнему желает потреблять глобально и пока у него есть для этого возможности. Из этого не следует, что так будет всегда. Ютуб отрубить можно и, так сказать, годами усилий и большими бюджетными вливаниями выстроить какой-то суверенный интернет в России тоже, в общем, это не есть невыполнимая задача. Вот Китай же сделал. Ну и, соответственно, всякий русский конселинг снаружи тоже особенно не удался. И тоже, я думаю, по той же причине на него нет спроса. Это никому не нужно. Ну, если вы продолжаете смотреть это видео, то не откажу себе в удовольствии снова попросить вас подписаться на наш YouTube-канал, потому что здесь выходит что? Документальные фильмы о BBC. Здесь выходит подкаст «Что это было», в котором мы на ежедневной основе обсуждаем ход войны в Украине. И не только, кстати, там много разных вещей происходит. Но, чтобы не потеряться, обязательно подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Так мы точно с вами будем на связи, а вы будете получать важные актуальные новости и еще будете иногда смотреть прикольные рилсы про животных. Всех жду в нашем Инстаграме и Телеграме. 4 августа Мосгорсуд на выездном заседании в Владимирской области приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии. Возьмем эту новость как отправную точку в августе, но давайте поговорим про ужесточение репрессий, про Беркович, про Гершковича, про все, что происходит с людьми, которые проявляют являют некий протест, возмущение и всячески пытаются сопротивляться этим системам. Что касается репрессий, что мы видим, какие новации в этих практиках? Во-первых, как мы уже сказали, сразу после начала войны произошло ужесточение, расширение репрессивного законодательства, были введены законы о военной цензуре, знаменитые законы о дискредитации и о распространении ложной информации. Сформулированы они по славной традиции репрессивного нашего законотворчества очень размыто, в высшей степени размыто и, соответственно, позволяют при желании привлечь за действие бездействие, высказывание молчания. Специально размыто, да? Совершенно верно. Это абсолютно преднамеренно. Я это наблюдаю в законотворческом процессе гадань. И далее происходило расширение куста статей Уголовного кодекса об экстремизме и о терроризме. Это, кстати, сейчас еще происходит. Там еще что-то не доделали. Какой-то, так сказать, файн-тюнинг им по-прежнему необходим. Поэтому у нас будет еще там оправдание экстремизма. Поэтому есть пропаганда терроризма, есть оправдание терроризма, есть распространение экстремистской информации экстремистской организации. Вот это вот понятие экстремистской организации и всего, что с ней связано, чрезвычайно расширено для того, чтобы было можно при желании, не обязательно, но можно привлекать максимально широкий круг людей, так или иначе вовлеченных в деятельность той организации, которую признали экстремисткой, причем вовлеченных задним числом. Мы видим, например, по делу Лилии Чанышевой, что она на момент заведения неуголовного дела уже не работала в структурах Навального, но поскольку их объявили экстремистскими, а она до того была руководителем штаба, следовательно, эрго она руководитель подразделения экстремистской организации. Вот сейчас это делается с ЛГБТ. До этого это проделывалось с воображаемым движением АОЕ. Никто даже не знает, как это расшифровывается. Одни говорят, что это арестантский уклад един, другие, что это арестантско-уркоганское единство. В общем, мнение исследователей расходится на этот счет, но это совершенно не мешает сажать людей по признаку принадлежности к этой воображаемой общности. Ну, кстати, свидетели Егоры. Это тоже экстремистская организация. То есть практика здесь уже в достаточной степени наработана. По-прежнему, опять же, пока мы не дошли до дела ЛГБТ, по-прежнему эти репрессии остаются традиционными авторитарными репрессиями, направленными на прекращение деятельности и на устрашение. То есть одного посадили, всех остальных напугали. Таким образом очерчивается круг действий, которые государство считает неприемлемыми. Но обратная сторона этого очерчивания состоит в том, что эта линия носит мерцающий характер. А гражданин должен находиться в ситуации непредсказуемости. Для чего это нужно? Для того, чтобы у него включалась самоцензура. Вот помните, мы с вами говорили о том, что нигде не было сказано, что слово «война запрещено». Но люди так решили. Самоцензура гораздо лучше шензуры, потому что цензора не приставишь к каждому, а самоцензор сидит в каждой голове, и он обычно перестраховывается. Если уж вообще вы завели у себя в мозгу вот этого мозгового паразита, то он будет работать с перехлёстом всегда. Вот именно из соображений, как бы чего не вышло, лучше перебдеть, чем недобдеть. Все люди, в принципе, склонны к такому типу мышлению, а к нему склонны очень многие, они действуют именно так. Вот это то, что мы увидели. Можно сказать, что тут нет какой-то новизны, опять же, при всей ужасности происходящего. Это, в общем, и тот набор приёмов, и, я бы сказала, тот размах, который мы наблюдали и до этого. Для многих, естественно, наверное, главный день 1 сентября. В России, мне кажется, вообще стала суперактуальной тема про образование. Чуть-чуть до сентября за годе нам явили учебник Мединского, по которому мы теперь все должны изучать историю и знать её такой, и понимать её именно так, и относиться к странным соседям тоже определённым образом. Фактически в течение четырёх месяцев с апреля этого года творческим коллективом велась работа над вот этими четырьмя томами для 10-11 класса. Эта работа сделана. Вопрос в связи с этим тоже довольно будет простой. Что происходит с образованием в России? Как учить детей? Какие есть вообще опции? Давайте подумаем, что делать родителям, у которых дети прямо сейчас уходят в школы? Или там даже тем, кому поступать, может быть, в следующем году? Смотрите. Индоктринация идеологией среднего образования – это, так сказать, вторая после ЛГБТ-репрессии тоталитарная, а не авторитарная практика. Вот все именно тоталитарные режимы приматываются к детям в, возможно, более раннем возрасте, создают всякие детские организации для того, чтобы иметь в себе максимально лояльных граждан, не просто лояльных, там, приученных законы соблюдать, а именно индоктринированных их идеологий. В нашем случае эта работа, так сказать, адова осложняется отсутствием идеологии, поэтому чем индоктринировать, не до конца понятно. А то, что мы назвали учебником Мединского, я его смотрела, это учебник новейшей истории для 10-11 классов, там есть, значит, история Отечества и зарубежная история. Он плох не тем, что он излагает какую-то там ненравящуюся мне концепцию истории, а тем, что это вообще не учебник. Это набор публицистических текстов, слабо связанных между собой, без какой-то единой линии, кроме попытки сообщить, как Запад всегда не любил Россию, и написанный невнятным языком, без тех методологических признаков, которые должны быть в учебнике. Ну, понимаете, учебник – это же не роман, это не статья, а не колонка. Поэтому он должен отвечать определенным критериям. Там должна быть, ну, скажем, постоянная униформная терминология. То есть вы не можете одно называть сначала одним словом, а потом через два абзаца называть это другим словом. Там должны быть там выводы по параграфам, там должна быть какая-то вот общая логика, которая от начала до конца прослеживается для того, чтобы потом у того, кто по этому учебнику учился, сформировалась некая цельная картина. Тут ничего этого нет. Это просто очень неряшливый текст, наполненный перечислениями каких-то гористей бед и обид, которые обуревают автора. Вот, собственно, что там есть. Я бы не опасалась, что детям внушается там милитаризм, ненависть к Украине или шовинизм. Детям внушается другое. Это то самое, что внушала своим подопечным советская власть. Им внушается, что взрослые врут, и это надо терпеть. А потом ты вырастешь и тоже будешь врать. Взрослые произносят бессмысленные речи, знают, что они бессмысленные, возражать нельзя. Задавать вопросы нельзя. Надо сидеть и терпеть. Вот этот вот жуткий урок, преподаваемый раз в неделю, действительно способен развратить юную душу и дать нам на выходе вот это вот беспозвоночное существо, которое и есть наш с вами постсоветский человек, выросший из человека советского точно такой же. Понятно стремление как-то избавить от этого своего ребенка. Значит, какие есть варианты? По-прежнему в России законодательство об образовании надиво-либеральное. Это удивительно, но пока это так. Разрешены формы домашнего обучения, семейного обучения. Все это в законе есть. Пока еще. Пока еще. И я думаю, что оно будет, потому что здесь вступает в действие другой примат, которому не могут возражать наши законодатели, это священный суверенитет семьи. Поскольку есть священный суверенитет в государстве, где, так сказать, государь-батюшка делает, что хочет, снаружи ему никто не указ. В семье родитель делает, что хочет, никто к нему не лезет. Это в развратной Европе лезут к детям. Их там принудительно меняют им полно противоположное раз полгода. Естественно, вы все знаете о перераспространенной практике. А у нас не так. У нас традиционные ценности, а традиционная ценность – это вот эта самая власть отца семейства, если уж совсем быть традиционным, на самом деле, конечно, матери семейства. Поэтому это можно, по-прежнему можно. Этими формами надо пользоваться. Это затратно. Это затратно и с точки зрения денег, и с точки зрения времени семейной логистики. Совсем не все себе могут это позволить. Но рассмотреть такие опции необходимо. Можно переводить ребенка на домашнее обучение по отдельным предметам. Что касается именно разговоров о важном, то, еще раз повторю, это внеурочная деятельность. Поэтому, если вы пишете заявление на директора, копию классному руководителю, в котором сообщаете, что ребенок занимается в это время внеурочной деятельностью в другом месте, он обязан это делать, но не обязан в этой школе. Значит, вы говорите, что именно на первой паре, именно по понедельникам он катается на коньках, на катке. Или ходит в музыкальную школу. Или там у него физиотерапия. Таким образом, вы отмазываете ребеночка от этих самых уроков. Если вы встречаете тут активное сопротивление и обнаруживаете, что у вас полоумный директор, который желает проявлять энтузиазм, не послушав нашей рекомендации предыдущей, вот тогда имеет смысл подумать, что у вас со школой. Сменить школу тоже очень нелегко. Еще раз повторю, это логистика. И для семьи это вопрос жизни и смерти. Куда ребенок пойдет? Одно дело, когда он может пешком до школы дойти, другое дело, когда его везти туда надо. Но, опять же, рассмотреть возможности нужно. Не сдавайте своего ребенка без борьбы. Не сдавайте своего ребенка раньше времени. Хотя бы посмотрите, какие существуют оптики. Как этот военный конфликт повлиял на то, что происходит в России? Выгоден ли он Путину? Может быть, это в его интересах, то, что это происходит сейчас или нет? Я знаю эту тенденцию, приписывать все происходящее в мире, либо влияние у России, либо как-то, так сказать, связывать это с тем, что в России происходит. Это, конечно, лестно для русского национального чувства, такая вот концентрация именно на одной стране из всех. Но я боюсь, что это некоторые искажения нашей оптики. В принципе, считается, что для официальной России, для государства российского выгодно все, что отвлекает внимание от того, чем оно занято. То есть, если мир переключился на что-то другое, значит, ресурсы утекли в другую сторону, и ресурсы эти не направлены на противостояние тому, что это самое государство российское делает. Мне трудно судить, насколько это, скажем так, временно и насколько это существенно, вот это самое отвлечение внимания. Мир велик, и ресурсы больших держав, соответственно, велики. По крайней мере, пока вот эта вспышка ближневосточного насилия выглядит достаточно локальной. А вот, кстати, что интересно, по крайней мере, вот что я пытаюсь как-то для себя понять, часто приходится слышать вопрос, а вот это мировая война, а третья мировая или еще не третья мировая. Если бы, что, опять же, еще может произойти после нападения 7 октября, например, там Иордания и Иран, вступили бы в войну, сказали, мы будем помогать нашим арабским братьям, а мы с Израилем тоже будем воевать. А потом Америка, а потом кто-нибудь еще, НАТО в целом или Европейский Союз. Вот это вот схема мировой войны. Мы этого пока не видим. Более того, мы видим довольно отчаянные и не всем нравящиеся попытки мирового сообщества и конфликт России и Украины, и конфликт Израиля-Палестина контейнировать, то есть огородить. Мы вам будем там помогать, но мы не будем в это вступать. Насколько я слышу, например, американскую публичную политическую риторику со стороны действующей администрации США, то они говорят о том, что мы предотвращаем третью мировую. Мы помогаем Украине, чтобы предотвратить лобовое столкновение России с НАТО, мы войну предотвращаем, а не наоборот раскручиваем. Я сейчас не говорю о том, насколько это так или не так, но вот той динамики, которую мы наблюдали, что называется, в предыдущие разы, мы не видим пока. Может быть, мы ее еще увидим. Если такого рода вспышки будут повторяться где-то еще, но вот многие ждут, там вот нападет Китай на Тайвань, что тогда? Или опять мировое сообщество скажет, что нам главное контейнировать конфликт, поэтому мы ни в коем случае туда не полезем. Может быть, даже мы заранее договоримся с Китаем, что там вы Тайвань забираете, а мы там чуть другое от вас получаем, там гарантии каких-нибудь, не знаю, как эти все, вся эта великая международная дипломатия происходит, судя по некоторым свидетельствам участников, которые появляются постфактум, происходит она не умнее, чем все остальные процессы принятия решений, которые мы наблюдаем во внутренней политике. Конечно, успокоительно думать, что там есть какие-то великие мудрецы, которые как-то куют за кулисами судьбы народов. Но там такие же люди, как там человек, им властвует мгновение, он раб молвы, сомнений и страстей. Вот это вот там и происходит, только последствия гораздо ужаснее. В общем, я понимаю, так сказать, российскую радость по поводу того, что все отвлеклись, а мы в нашем углу можем безобразничать, как хотим. Не вижу, как особенно воспользовались пока этой паузой, если эта пауза происходит. и думаю, что информационное пространство устроено вот ровно таким образом. Внимание наше не вполне безграничное, ресурс этот не бесконечен. Поэтому вот сейчас это происходит, смотрим все на это. Завтра что-нибудь другое произойдет, будут смотреть на что-нибудь другое. Уже прозвучали эти слова, уже четыре буквы эти прозвучали ЛГБТ. Конечно, одна из главных новостей в ноябре для России это то, что сообщество, группа людей, движение ЛГБТ считается признанно, не очень люблю это слово, экстремистским. Что это все значит? И главный вопрос, конечно же, как быть людям ЛГБТ, которые так или иначе принадлежат к квир-сообществу в России? Вот тут самое время объяснить разницу между тоталитарными, авторитарными, репрессивными практиками. Это важно. Значит, смотрите. Главное различие, которое видно снаружи, обычное, или которое там подразумевается, снаружи, это в массовости. Тоталитарные репрессии массовые, а авторитарные точные. Поэтому, когда там после очередного митинга похватают много народа, то обычно спрашивают, ну что, ну вот это тоже тоталитаризм или нет. Понимаете, режимы отличаются не по степени их безобразности и не по степени того, насколько они вам лично не нравятся. Они отличаются своими практиками и целеполаганием, из которых эти практики произрастают. Значит, авторитарные репрессии. Это репрессии за действие, за то, что ты сделал. Или считается, что ты можешь это потенциально сделать, или тебя подозревают в том, что ты это делаешь, может это и неправда. Но, тем не менее, за действие. И задача их устрашения в том смысле, что одного репрессировали, остальные напугались и перестали это делать. Выходить на митинги, говорить определенные слова, давать деньги определенной организации. Тоталитарные репрессии это репрессии за принадлежность к группе. И их задача уничтожение. Почему? Потому что у тоталитарного режима есть картина светлого будущего. Они исходят из какой-то сверхценной идеи. Построение коммунистического завтра, просторного пространства для высшей расы, коммунизма по-мау, триумф идеи Чучхе. В общем, что-то у вас такое должно быть, что вы очень хотите, чтобы случилось. И это светлое завтра настолько светло и настолько прекрасно, что никакие жертвы на пути к нему не будут неоправданными, не будут избыточными. Если есть категории, которые не вписываются в эту картину, например, потому что они дворяне или священники, или потому что они горожане, как в случае с камбучийским, камбоджийским экспериментом, или они евреи, цыгане, геи. Что с ними делать? Понимаете, их нельзя запугать так, чтобы они перестали быть евреями. Их нельзя перевоспитать, хотя на начальном этапе советская власть пыталась как-то это демонстрировать, но довольно быстро прекратила эти эксперименты и начала просто экстроминацию. Их можно только убрать из этой самой картины. Так вот, вот эти самые репрессии против ЛГБТ, максимальное приближение именно к тоталитарной репрессии. Пока еще никого не убили, но мы уже это называем тоталитарной репрессией за принадлежность к общности, не за то, что ты делаешь, а за то, кто ты есть. Почему? Мы говорили, что у нашего режима нет идеологии, нет никакой картины будущего, более того, избегают этого слова будущее, еще более ретиво, чем они избегают слово война. Но у них есть некое представление о желаемом настоящем, которое есть воспроизведение воображаемого прошлого. Это вот эта самая картина общества с традиционными ценностями. В этом обществе с традиционными ценностями никаких геев нет. Им там не место, вот в буквальном смысле им там нет места. Логическим продолжением этой логики является чеченская практика, когда нам глава Чечни говорит, у нас нет чечни геев. Если они обнаруживают, их убивают. Это логично. Если у нас общество построенное на определенных ценностях и практиках и отрицающие другие ценности и практики, как чуждые, то те люди, которые по своей природе эти чуждые практики будут в себе воплощать, что с ними можно сделать? Понимаете, вот опять же, поскольку считается, например, что там украинской нации не существует и украинских там детей и взрослых надо перевоспитать. То есть им надо рассказать, что вы придумали себе национальность, на самом деле ее нету, вы придумали себе страну, которая не существует, мы вам сейчас расскажем как надо. И они теоретически могут как-то поразреть и сказать, а действительно, мы же русские на самом деле. Что это мы? Гею нельзя объяснить, что он не гей. Поэтому как можно поступать? Только так, как в Чечне. Я из этого не делаю прогнозы о каких-то массовых расстрелах. Еще раз повторю, наш режим гораздо пугать людей такими вещами, у него не очень есть аппарат для того, чтобы это реально делать, и главное, он не хочет. Еще раз повторю, тоталитарная практика от этого не перестает быть тоталитарной. Что в связи с этим делать людям? Во-первых, изучать рекомендации юристов о последствиях признания какого-то движения, даже не существующего, экстремистским. Тут мы уже назвали два образца, два паттерна, по которым, видим, будет вестись репрессивная работа. Это АУЕ и это свидетели Игола. Вот смотрите, что было с ними и подумайте, что, соответственно, будет с вами. Германия уже заявила о том, что она будет упрощать представление убежища людям с ГБТ, потому что их преследуют очевидным образом. Я надеюсь, что другие европейские и неевропейские страны последуют этой практике. Этим людям надо давать возможность быстро уехать. Тем, кто был активистами, тем, кто работал в НКО, тем, кто осуществлял правовую помощь, медицинскую помощь, консультировал и так далее, и так далее. Помогающие службы есть. Мне тоже пишут с такого рода вопросами. Есть люди, которым, естественно, пишут гораздо больше, потому что они именно на этом специализируются. Есть кому вам помочь. Значит, поверьте, пожалуйста, вы не одни совершенно на белом свете. Есть целые структуры, есть наработанные маршруты. Так что не впадайте в отчаяние раньше времени, но рассмотрите такую возможность. Я не могу, естественно, никого призывать, что обязательно надо уезжать. У всех людей чрезвычайно разные обстоятельства, разная, так сказать, завязанность на семью, работу, среду обитания. Переезд, даже самый комфортный, это тяжелая травма. Поэтому никто от хорошей жизни или по собственному желанию типа тоже скучно стало, такого тебе не устраивает. Но рассмотрите такую возможность. Это как и в случае, так сказать, чуть менее трагическом, в случае с школьным образованием. Не упирайтесь носом в стену. Вас еще не забанили в гугле. Поэтому смотрите, где что есть, много, где чего есть. Я скажу одно, назову одну структуру. Это квартира. Вот прям по улице квартира. Там есть люди, с которыми можно связаться. Спасибо большое. Такие полезные рекомендации для сообщества. Ссылку мы оставим в описании. В описании оставим, безусловно. Хороший мандарин, всегда. Вообще редко взглядом. Не сильно сладкий, но это даже и хорошо. Да, да. Если не сладкий, немножко не то. Ну, если записываем эту программу, как же 2 декабря и для мира, и для России год тоже будет важный. Выборы везде, где только можно. В США будут выборы, в России должны быть выборы. Возможно, состоятся выборы в Украине. Нет, не похоже, что они состоятся. По крайней мере, и Верховная Рада, и правительство Украины, и президент соблюдают законодательство, согласно которому военное положение невозможно провести. Кстати, интересно, что Российская Федерация приняла изменения в свое выборное законодательство, которые позволяют в регионах, где объявлено военное положение, тем не менее, по решению ЦИК выборы проводить. Это значит, что вот эти, так называемые, новые территории будут голосовать, причем они будут голосовать тем списочным составом, который был у них до войны. Все эти мертвые души, этот термин тут приобретает, зловещую наглядность, они все проголосуют, как надо иметь это в виду. Электоральный календарь для России чрезвычайно важен. Обычно считается, что только демократия привязана к своему выборному циклу, а автократия, так сказать, вечная. Ничего подобного. Во-первых, они не вечны, во-вторых, выборы для них очень важны, это такой всенародный праздник, он должен пройти тихо и прилично, бюрократия должна сработать, электорат должен проголосовать, тот электорат, которому не положено, голосовать ни в коем случае не должен. Это все сложная, управленческая, политическая задача. Но по итогам этого всенародного праздника машина власти ощущает облегчение и некоторую эйфорию. Вот смотрите, нам опять удалось. И после этого можно сделать что-то, что в довыборный период было поставлено на паузу. Значит, какие есть у нас ожидания? Помним, что после выборов 2018 года было повышение пенсионного возраста и новый, я бы сказала, шаг милитаризации и бюджета, и производства в широком смысле российской промышленности. То есть последствия выборов авторитарных совершенно непредсказуемы, в отличие от их результатов. В демократии все наоборот. Поэтому после выборов вот что-то такое можно устроить. Чего ожидают? Гражданская бюрократия ожидает того, что они называют перерассадкой. То есть каких-то кадровых перемен давно назревших и вознаграждение тех эффективных лоялистов, которые, так сказать, удержали страну над пропастью благодаря своим управленческим менеджерским качествам и одновременно своей верности. То есть их дискурс такой, вот этих технократов, что мы и не предали как пригожин, и не подвели как армейские. Мы и остались верны и сработали эффективно. Вот, значит, в стране экономика, понимаете ли, работает как часы. Потребление растет, инфляция развивается чрезвычайно успешно, банковский сектор функционирует. Вот смотрите, какие молодцы. А по в их воображении президент это видит и ценит, но только, видимо, занятость не позволяет ему вознаградить своих верных слуг, так как они того заслуживают. А вот после выборов время появится, руки дойдут и тут-то, и тут-то им всем выйдут по ордену на ленточке и, опять же, билет на елку. Кто-то, видимо, должен стать премьером в этой схеме, кто-то там еще кем-то. Возможно, какие-то такого рода кадровые шаги и произойдут. После выборов это логично, потому что правительство складывает полномочия перед новым президентом, но мы помним, что в 2018 году ничего подобного не случилось. Ожидания были точно такие же, и программы писались, вообще бурная проектная деятельность была перед выборами. Второе. Если действительно наша оборонная промышленность и сочетанные отрасли, индустрии работают так бурно, как нам об этом рассказывают, тут тоже надо быть аккуратными, с официальными отчетами, но тем не менее видно, что какое-то там, так сказать, какое-то наращивание производства там происходит. и собираются люди посредством зазывов всех на контракт, это не так успешно происходит, как кажется, насколько нам известно из разных проговорок официальных лиц и из тех данных, которые можно получать, вот уровень, так сказать, выполнения этого задания по контрактникам составляет в среднем по регионам 44%, чуть меньше половины. И с призывом большие сложности, вот недавно об этом проболтался пензенский мэр, сказавший, что у нас, значит, вот 50% столько мы набрали, это срочников. В Москве начались хватания на улицах молодых людей и в учебных аудиториях. И это началось в конце ноября, при том, что призыв длится до 31 декабря. Это значит, что очень сильно людей не хватает. Тем не менее, сколько-то их понабирали и, к чему я клоню, после выборов можно будет активизировать мобилизацию. Указ, подписанный в сентябре, продолжает действовать. Никакого указа об его отмене не было, из-за этого контрактники не могут расторгнуться контракт. Из-за этого можно продолжать любые мобилизационные действия. Готовится, пока, правда, не сильно изготовилась, но готовится вот эта вот единая электронная база, которая позволит ограничивать передвижение людей, получивших повестку электронным образом. Еще раз повторю, этого реестра еще нету, их два должны быть полный реестр всех военнообязанных и реестр повесток, который должен может быть публичен. То есть, вы можете посмотреть, есть на вас там, так сказать, запрос пришел на вас, билет на тот свет вам уже выписали или еще нет. Эта еще система не создана, но я знаю, что вот, так сказать, бодрая команда IT-специалистов, в том числе некоторых тех, которые уехали и вернулись, не найдя себя, ничего хорошего в безвизовых странах, они этим занимаются, над этим работают. Можно себе представить, скажу я аккуратно, что после окончания выборной кампании, когда начальство успокоится и поймет, что кампания прошла хорошо, не было протестов ни в процессе, ни после, что важно, самый белорусский пример. В общем, результат, который был объявлен, был обществом принят пассивно, это максимум, который от общества ожидается, то есть, оно это как-то акцептировало, значит, можно делать то, чего нельзя было делать до выборов, чтобы не пугать народ, а именно, понабирать побольше людей и устроить какую-нибудь эскалацию. Это не прогноз, это вероятность. Я бы эту вероятность очень сильно держала в голове. Еще если у вас какие-то дела, связанные с Россией, постарайтесь их сделать в течение декабря, января и февраля. Я понимаю, что это трудно, потому что декабрь наполовину, а январь почти полностью не вполне рабочий месяц, но постарайтесь. Альтернативно, если вы находитесь в России и относитесь к какой-то из уязвимых категорий, как-то мужчина призывного возраста или вообще возраста пригодного для военной службы, а этот возраст у нас все повышается и повышается, я бы советовала вам в течение вот этих же трех месяцев рассмотреть свои возможные маршруты, потому что после марта повышается вероятность того, что те маршруты, которые сейчас вам доступны, вам доступны быть. Перестанут. Еще раз повторю, это не прогноз, это вероятность, но правильно и рационально эту вероятность учитывать. Порадовали? Порадовали. Порадовали. Спасибо. И вам спасибо. Еще вопросы есть? Да. Во-первых, давайте скажем спасибо всем, кто смотрел этот видеофайл. Я думаю, что получили как минимум радость лицезреть Екатерину Михайловну. Всегда приятно вас слушать. Да, действительно. Спасибо большое. Порадовали, так порадовали. Да, вот этот лист я хочу. Можно? Ладно. Смотрите, мне кажется, это такой прям продукт, который кто-то из наших счастливых зрителей, который лучшим образом, особенно послушав весь наш эфир сегодня, опишет фразы или цитаты или свои какие-то мысли 23-й год. Я, честно говоря, я вот уже думаю о том, что мне бы, конечно, хотелось, не знаю, что-то какой-то, может быть, дизайн из этого, может, нет, не было бы такой мысли. Не только она была, но более того, это уже свершилось и в частности существуют блокнотики, которые мне регулярно приносят подписывать на всяких моих выступлениях, на которых вот такие вот такие хорички. ХАМАС, СЛГБТ, Чечня. Класс. Спасибо большое, что смотрели. Встретимся в декабре 24-й, если вы в Лондоне будете. Надеюсь, что смогу себе позволить быть в Лондоне и в декабре 24-го года, хотя я гораздо больше хотелось бы позволить себе быть в Москве в декабре 24-го года, а также в любом декабре. Но если будем мы живы, целы и функциональны, то еще поговорим. Да, доживем до конца следующего года и тоже итоги подведем. Спасибо вам большое всем. Подпишитесь на наш канал, не забудьте поставить лайк и отправить это видео тому, для кого это важно, потому что обращение это, собственно, было для тех, кому это важно. Спасибо большое. Спасибо. Близ. Есть мнение, что Екатерина Шульман знает все. А чего не знает Екатерина Шульман? Вы знаете, хорошее описание эксперта содержится в самом начале рассказов о Шерлоке Холмсе и Конан Дойля. Человек должен знать то, что касается его работы. Вот он там по легенде не знал, вращается ли солнце вокруг Земли или земля вокруг Солнца, потому что это не влияло на его основную деятельность. Я не то, чтобы как-то культивирую в себе обширное невежество, но тем не менее есть огромнейшие сферы жизни человеческой, о которых я не знаю примерно ничего. Поэтому я постоянно отказываюсь отвечать на вопросы, не относящиеся к моей сфере компетенции. Я не занимаюсь внешней политикой, международными отношениями, войной, вирусологией, анализом Северного Кавказа или Ближнего Востока. Также я ничего не понимаю в музыке, фотографии, кинематографе, может, за исключением мультипликации в спорте. В общем, много-много в чем. Поскольку вы слышите мои ответы на те вопросы, на которые я согласилась отвечать, и не слышите тех, от которых я отказалась, то вот и возникает такое чрезвычайно ложное представление. Говорят, что мужчины слишком часто думают о Римской империи. А о чем слишком часто думает Екатерина Шульман? Правильно, надо думать о Римской империи. Она основа нашей цивилизации. Что не наследует Риму, то не есть цивилизация и, соответственно, не до такой степени, скажем так, заслуживает нашего внимания. О чем я думаю слишком часто? Ну, вы знаете, у медиков есть такой термин, он применяется к больным депрессии. Руминация. Вот руминация – это псевдоразмышление, хождение по кругу. Когда больной, нашей с вами воображаемой, больной депрессией, он все время думает одно и то же и вот так вот бродит в своей собственной голове между тремя соснами, не набредая ни на какие новые выводы. К сожалению, ситуация высокой неопределенности, высоких рисков и тревожности порождает вот эти самые руминации. 22-й год был посвящен им чуть более чем полностью. Я рада, что удалось как-то из этого вырваться и мыслить чуть более последовательно, а не только ходить по кругу. У вас есть любимый материал русской службы BBC? Я люблю ваши дайджесты, вот, так сказать, подборки того, что произошло. Меня неизменно успокаивает ваша переписка курсивом, что в военных условиях мы не можем верифицировать это сообщение и спросить противоположную сторону. Мне это кажется каким-то, так сказать, якорем, который связывает нас со старой доброй журналистикой, которая еще старалась как-то заниматься фактчекингом. Последний вопрос. Какой мультик вы можете посоветовать посмотреть зрителям в канун Рождества и Нового года? Вот это вопрос не для Блица. Тут я бы могла поговорить даже и подольше, поскольку здесь у меня есть некоторая, так сказать, насмотренная эрудиция благодаря тому, что что-то длительное смотреть можно только в присутствии детей, иначе кто ж тебя отпустит, так сказать, смотреть чего-то только для себя. Надо смотреть с деточками. Поэтому здесь у меня есть некоторая, так сказать, внутренняя библиотека, но для Нового года, для Рождества, для совместного просмотра. Слушайте, давайте вот назову вот такие диснеевские пиксаровские произведения, которые, мне кажется, заслуживают большего внимания, чем они имеют. Я люблю «Принцессу и левушку», последний рисованный диснеевский полнометражный мультик, и музыка хорошая, и героиня, единственная из всех диснеевских принцесс работает, зарабатывает себе на жизнь, а, по-моему, это заслуживает внимания. И Геркулес диснеевский рассказать греческий миф, используя эстетику песен Госпел, это, в общем, незаурядный выбор. На таких вот джазовообразных мотивах там построен весь саундтрек, и это любопытно. Ну и, кроме того, для тех, кто читал «Куна в детстве», понятно, какие, так сказать, кровавые реалии стоят за этим всем хэппи-эндом, что там на самом деле потом происходит, и с героем, и с этой его возлюбленной, ну и кто там Гера на самом деле, и что она делает. В общем, мы-то это все знаем, но в мультике это не показано, и ладно. Ну и третий, самый, наверное, мой любимый диснеевский мультик всех времен и народов, который показывают редко из-за его не вполне соответствия нынешним нормам политкорректности, это «Аладдин». Сейчас такой уже не снимешь и даже почти не очень покажешь, но если вы можете найти и послушать, то я думаю, что это согреет вашу душу и расширит ваш кругозор. Ну что, самый пытливый зритель, кто досмотрел до конца это видео, как я и обещал, собственно, отобрал у Екатерины Михайловны вот эти вот потрясающие бумаги, вот эти документы, не побоюсь этого слова, эпохи. Вот. Они могут быть, кстати, даже для кого-то выступить как некая база, как некая, не знаю, возможность для творческого саморазвития. Я бы точно сделал за этого принт, мне нравится все, что тут нарисовано. Даже немножко напоминает некоторых дизайнеров. Помните, да, что нужно сделать? Нужно быть подписанным на наш YouTube, Instagram и Telegram. Это легко проверяется, я YouTube-редактор все-таки. Вот. Но кроме этого, чтобы выиграть эти штуки, нужно написать комментарий под этим видео в YouTube. И я бы хотел, чтобы вы подумали и написали какую-то фразу или цитату своего, может быть, даже авторства, или, там, не знаю, с песней, с кино, которая вам кажется наилучшим образом олицетворяет год 2023, который мы с вами пережили. Вот. Так что напишите, и мы с вами свяжемся и передадим вам этот потрясающий документ. Окей. И когда я заканчиваю говорить, не смотрите меня с удивлением, потому что если я делаю паузу, значит, я все сказала. Хорошо, договорились. Я немножко заменяю Максиму Корнику, он же, наверное, научился. Кстати, Максим Корник, кстати, из Оренбурга, как я. Какой шоба. А вы тоже из Оренбурга? Да, да, да. Из землякной. О, вы слышите такое, все люди из Оренбурга.